Привет всем новичкам и матерым игрокам. Я очень рад видеть через монитор каждого из вас и особенно тебя, братишка или сестренка. Да-да, спасибо тебе, что смотришь меня и ставишь лайки всем моим видео. Мы реально стараемся для вас. Да, не идеально всё записано, но мы учимся делать для вас зашибенный контент. И это видео будет связано с гайдом на такой локации, называемой Побережье. Ну а с вами Старина Бурбон. Погнали! Как считаете, почему на Побережье очень много игроков чилит после 30 уровня? Да потому что тут много способов заработка жетонов и опыта. Один из способов поднять опыты жетоны это Боровы Побережья. Боровы это кабанообразные мутанты-переростки, которые пасутся на 4 спотах этой карты. Респавнятся после убийства примерно раз в 10 минут и на полянке их может быть от 3 до 5-6 особей, если их никто не убил. Покрыты они густой шерстью и толстой шкурой. А клыки такие огромные, что могут пронзить ваш анус, а острие клыка будет торчать из вашей глотки. Поосторожнее с ними. Конкуренция на спотах не сильно большая, потому что уходит много времени, чтобы нафармить их шкурки или сердца, но об этом позже. Сами споты будут находиться в квадратах С-6-4 рядом с куполом, по пути к мамаши на Д-3-5 и на пути к крабу Е-2-8. Также на полянке с огненными пауками будет чилить еще 2 кабанчика. Чтобы вы смогли удачно побороть боровых, вам нужен полный мешок патронов, аптечек и хил гранат. А если у вас мелкий левел, то есть 30 плюс, то исти мы в идеале, так как вашу мелкую задницу они насадят и глазом не моргнешь. По количеству патронов у всех по-разному, у меня астрала 47 левел, я беру 1к патронов, 35 аптечек, 15 хил гранат и 60 бинтов, так как лечиться нужно очень часто, сколько брать вам, смотрите по своему весу. У кабанов также есть уровни, они начинаются от 5 и заканчиваются 13 уровнями, где 5 и 8 можно убить без проблем HP патронами или магнум, а более высоких не рискуйте и заряжайте крафтовые, так как шкура у них очень толстая. При встрече с этими милыми зверюшками вешают на вас сильное кровотечение и на 15 секунд перелом костей за 1 удар. С каждым ударом по вам увеличивается время и урон кровотечения и время перелома костей соответственно. Про отхил не мешкайтесь, не забывайте или через пару секунд окажетесь на респе. Бывают моменты, что они и 50 мужиков почти убивают, а иногда и убивают, стоит чуть-чуть замешкаться и откиснешь. Новичкам советую брать не выше 5 и 8 уровней максимум кабанов, иначе будете мучиться. Когда вы только заметили кабана вдалеке, заагрили его, при беге у него уменьшается желтая полоска. Это выносливость. Это ни в коем случае не броня, как многие думают. Это полоса выносливости. Когда она заканчивается, он становится гораздо медленнее. При нападении постоянно 5 тис назад. По ним так урон лучше проходит, и не агрите сразу всех, это будет плохая идея. Если у вас 8 ловкостей или выше, вы можете резко отходить назад, и шанс, что вас заденет кабан, будет гораздо меньше, что даст вам фору. Но если получилось так, что на вас бежит 3 кабана разом, кидайте хилгрену под ноги, плюс юзайте аптечку. И тогда твоя сладкая, или даже после такого не очень сладкая попка, выдохнет с облегчением. Также есть небольшое замечание. Броня не влияет на сдерживание урона от кабанов. Пример сейчас покажу. Броня не влияет на сдерживание. Либо в чате часть урона не отображается, либо броня не нужна в принципе. Урон что с ней, что без нее проходит одинаковый, от 80 до 200. Уровень кабана не зависит на то, как больно они бьют. Разница только в здоровье Борова. Чем выше его уровень, например 12, тем больше его хп. Из этого следует, что пока вы его убьете, он вас успеет покоться сильнее, нежели кабан 5 уровня. Поэтому скидывайте, если что, лишний вес брони на склад и идите фармите. Больше в вас влезет. Что касаемо получаемого опыта за фарм Боровых, то с них дают среднее от 1.5 до 5 тысяч, в зависимости от уровня и есть ли у вас вип. Лучшее время для опыта, это как всегда ночное время, плюс активированный вип уровень. Самое ценное, ради чего их фармят, это шкура Борова, поврежденная шкура и сердце Борова. Остальную шлак не берите. Поврежденные шкуры сдаются по заданию с доски, за которое вы получаете приличного опыта и немного жетонов. Либо можете шкурки продавать намного выгоднее. Примерно от 2 до 4 тысяч за 1 единицу, в зависимости от сервера. Сердца также нужны для задания от Виктории, когда вы только попадаете на эту локацию. Там нужно 10 сердец. Их также периодически покупают от 1 до 2 тысяч жетонов за 1 сердце. Это персонажи, которые обычно качают винов. Какой можно сделать вывод по этим зверюшкам? Если активно их фармить, то амуниция окупается за счет продажи шкурок игрокам. Еще и на бутылку хватит. Главное на нее не садиться. Ааа, я слишком стар для всего этого дерьма. Если фармить ради опыта, то по совместительству на фармите и жетонов немало. Но это если фармить долго, а не 5 минут. В общем, среднячковый и стабильный способ и опыта набрать. И в минус не уйти. С вами был Старина Бурбон. Не прощаюсь. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok